всем отличного вечера вы смотрите проект говорит губерния говорит губерния говорите вы меня зовут егор козырев здравствуйте добрый вечер вечер у нас сегодня деловой прежде всего опять возвращаемся к теме выбора то согласитесь просто фантастический результат меня вот интересует вот кто выбрал лдпр вот судя потому что так все необычно закончилось такое впечатление что наконец-то пошла молодежь голосовать или это были пенсионеры то во первых я приглашаю вас звонить 45 66 45 по вашим наблюдениям кто выбрал лдпр а сегодня у нас в качестве экспертом по молодежи владимир зубков социолог и директор краевого научно-практического центра мониторинга этнофиси энкой этно конфессиональных простите отношения раннего предупреждения конфликтной ситуации по вашим наблюдениям молодежь пошла на выборы в этот раз или нет в этом году мне удалось поработать в участковой избирательной комиссии да как бы получить данные о том была молодежь или нет вы же понимаете это данные могут храниться только списках избирателей до поднять эти списки и увидеть да кто пришел на выборы но это просто фактически не представляется возможным поэтому работая в участковой комиссии избирательной да конечно можно было отметить что молодежь была молодежь пошла но здесь я бы хотел бы отметить что в этом году молодежь немножечко иначе реализовала свое избирательное право мы всегда говорим в теории избирательного законодательства до о том что у нас есть активное избирательное право и пассивно избирательное право. Активное избирательное право это выбирать, пассивное избирательное право, быть... Не ходить. И избранным. Быть избранным. И здесь я бы хотел бы отметить, что особенностью как раз вот этого избирательного цикла стало большое количество привлечения молодежи именно как кандидатов. Да, то есть... Я с вами соглашусь, потому что только что в социальных сетях ругался с одним из тех, кто не победил. Он ругался, что отдали предпочтение молодежи. Писали, что 23 года, но что он понимает? Ну, здесь я хотел бы отметить, что молодежи это было лишь на руку, да, потому что если ты молодой кандидат, ты пошел участвовать в выборах, да, за тебя проголосует твое социальное окружение, твои друзья, да, и вот как раз вот та молодежь в крае, она была более в данном случае мотивирована участвовать в выборах, потому что участвует парень с нашего двора, потому что участвует друг, знакомый, брат, сват, коллега, учились вместе, да, и так далее. Поэтому я думаю... Старшего двора, по-моему, не прошел. Ну, здесь, как бы, я не без всякой отсылки на партию, на принадлежность, да, здесь я, как бы, мне очень понравился этот слоган, и здесь я хочу отметить тот факт, что молодежь, видя, что такие же молодые пошли, молодежь пошла на выборы, молодежь выбирала, и она сделала акцент в данном случае на молодость, на энтузиазм, на партию и так далее. Но при этом, при всем, я уверен, что многих, вот та же самая молодежь, активная в социальных сетях, через социальные сети и призвала прийти на избирательные участки. То есть, в этом случае, я понимаю, что мне кажется, что в прошлых выборах губернатора сработали очень сильно социальные сети, и в этот раз, видимо, тоже. Как вы считаете? Здесь, я думаю, что информационный ресурс был раскручен по полной, да, и здесь я хочу отметить, что не только партия власти, да, а, в принципе, все партии, да, хабаровское отделение, партии использовали активно, мощно использовали Инстаграм, использовали WhatsApp, использовали обзвоны. И Патрео, и Родина, и партия Рост абсолютно. Совершенно верно. Таргетированная реклама и так далее. Вот это хочется отметить, что в этом году перезагрузка произошла полнейшая. Наконец-то, да, мы увидели партийные, да, ячейки, увидели, что за этим как раз молодежь мы привлечем, не газеты, при всем уважении. Вы знаете, что еще должно быть? Мы наконец-то увидели тех людей, которых мы выбираем. До этого такого не было, по-моему, потому что мы знакомились с теми людьми, за которых, по-моему, честно говоря, большую часть все равно не знали. Большую часть. Вот здесь я хотел бы отметить, что не только соцсети, обратите внимание по городу, сколько в этом году было. То есть мы не ограничивались только баннерной программой. Ведь посмотрите, еще появились киосочки, мобильные киосочки, да, с плакатами, с именами, с листовками. То есть этот год избирали наказы для кандидата Единой России, по-моему, да. И у нас телефонный звонок. Алло. Алло. Светлана Васильевна, мы вас слушаем, говорите. Я на линии. Так, я хочу сказать, как мы ходили голосовать. Так, а не слышно в студии? Мы с мужем шли голосовать. Светлана Васильевна, не слышно вас? Уже целенаправленно за ЛДПР. И когда мы подошли к стенду перед участком, стали разглядывать кандидатов, там кто куда. Подошла еще такая семейная пара, которым за 70. Те тоже в ЛДПР. Мы, значит, поувыбались. Подходит бабушка, которая за 80. Та сразу к нам подходит и говорит, так, покажите, где тут за ЛДПР. Ну, как вы считаете, почему вот традиционно вот эта аудитория, которая голосует за КПРФ, вдруг... Да, ну, согласитесь, что... Это о чем говорит? Что люди, даже пожилые, шли голосовать за ЛДПР. Ну, мне кажется, все-таки они шли голосовать за Фургала, да? Мы шли против киллера политического Платошкина. А вот поразительно, ну, согласитесь, ваше поколение вот всегда же КПРФ поддерживало. Вы наверняка пошли... Мы просто обрадовались, когда к Классе пришел Фургал, и хотим его поддержать во всех начинаниях. Хорошо, спасибо. Ну, опроверь для наших слов. Здесь комментарий лишь в том, мы как бы и не говорили об обратном. Мы говорили о том, что молодежь пошла. Но мы не говорили, что молодежь пошла вся за ЛДПР. Мы говорили о том, что, в принципе, и никто и не спорит, что другие когорты возрастные голосовали за ЛДПР или за КПРФ. Здесь сложно судить. Мы никогда не увидим с вами данные о том, какая была большая явка. Потому что, ну, да, не забываем о том, что у нас есть тайна, да, голосования. И мы не скажем, кто все-таки избрал. Это больше молодежь или больше пожилое население, да, и так далее. Поэтому здесь выводов никаких мы не сделаем. Вот очень трудно делать, наверное, какие-то выводы, потому что наверняка нет такой вот объективной информации на данный момент. Но по моим ощущениям, вот именно эта избирательная кампания по своим бюджетам стала не то, что рекордной. Она, наверное, перекрыла все предыдущие промо-компании, выборные кампании вместе взятые, как вы считаете? Вот здесь одному из изданий города Хабаровска я давал такой комментарий в части Хабаровский край в этом году из крайности в край, да. То есть обычно наши политические кампании всегда проходили достаточно спокойно, достаточно консервативно, определенно. И все ограничивалось лишь баннерной программой. Посмотрите, как в этом году мы размахнулись. Ну, как вы понимаете, любые меры, встречи, плакаты, соцресурсы, это все требует денежных вливаний. Поэтому, да, безусловно, эта кампания по денежным вливаниям, по расходам, она, я думаю, перекрыла многие последствия. Давайте все-таки вернемся к теме молодости. Вы сами сказали, что молодыми оказались прежде всего кандидаты. И многие из них победили. А это вообще не опасно? Я понимаю, что в истории мировой цивилизации бывали юные императоры, вы начальники. Был во времена гражданской войны 12-го года, по-моему, генералу в 25 лет русский. Но, мне кажется, в то время это ли? Опасения могут вызывать лишь только, чтобы молодежь, молодые депутаты, те, кто пришли сегодня в региональный парламент, те, кто пришли в два городских парламента, чтобы не забывали такое слово, как преемственность. Вот это, конечно, единственное опасение, которое вызывает, чтобы весь наработанный багаж знаний, который был, багаж и опыт парламентской деятельности, наработанные региональные законодательства, проекты федеральных законов, потому что законодательная дума является субъектом права законодательной инициативы на федеральном уровне, чтобы вот это не было, да, как в 17-м году, мы наш новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. Преемственности, как раз, и не будет, потому что сменились, но не 100%, но процентов на 90%. Но багаж-то есть, и вы ведь никуда не денежите. Ну, вот здесь нам сложно пока с вами судить, да. Преемственность, она в чем может заключаться? В том, что останутся депутаты? Нет. Преемственность может выражаться в том, что будут продолжены дела, начатые еще губернатором со старым депутатским корпусом. И здесь я не думаю, что все законопроекты, которые попадут сейчас, были приняты прошлым парламентом в первом чтении, сразу же не попадут уже в Думу на второе и третье чтение. Здесь, я думаю, эта работа будет продолжена. У нас телефонный звонок еще один. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу свое мнение высказать вот о чем. Если бы наши законодатели Хабаровского края не стали в такую крутую оппозицию по отношению к Фургалу, как они себя повели, что они, в общем-то, там все командуют краем. А Фургал поскольку-поскольку стали диктовать ему свои условия. Народ, может быть, не стал бы так вот противиться, не стал бы горой за Фургалу, а просто стало обидно. Его народ избрал, а законодательная дума пошла против. И тот же Платошкин, старое поколение, может быть, как-то за коммунистов пошли бы тоже, но он с чего начал свою пропаганду вести? Опять-таки с критики Фургала. Поэтому я считаю, что они сами себя, в общем-то, загнали в угол. Ну, здесь, позвольте ответить, здесь я бы не стал бы, вот мотивацию всей молодежи или мотивацию всех возрастных жителей вот именно вот под эту причину трактовать. Я думаю, кто-то все-таки осознанно шел голосовать за ЛДПР, кто-то шел за, потому что это молодые люди, известные нам, да, знакомые. Поэтому, ну, а часть, это не нужно отрисовать, часть населения... А еще, вот я слышал, ну, наверное, все-таки не молоденькую нашу телезрительницу, подумал, что в этот раз зрелые избиратели повели себя как молодежь. Вот получается, они из чувства протеста, но вот это признак молодости, да, вот нам навязывают кого-то, мы вот... Да, и когда... Вот лишь бы не за тех, да. Но вот если вы серьезно, это все-таки не опасно, как вы считаете? С одной стороны, ну, мы в состоянии эйфории, да, радуемся, что тут наконец-то все поменялось, все наоборот. Ну, только в нашем регионе, опять же, да. Только наш регион такую вот протестную активность проявил. В остальных регионах, ну, если не считать скандалов в Бурятии, в Приморском крае, да, в Иссурийске, в частности, что там творилось, то, в принципе, в остальной стране, ну, как вот все было, так и осталось. Почему именно наш регион? Ну, вместе с тем, в нашем регионе, заметьте, выборы прошли без серьезных нарушений, да? Да, несмотря на всю грязь, все эти грязные технологии, которые были до этого. Поэтому, в чем может быть опасность? В том, что депутатский корпус не сработает с губернатором, я думаю, здесь лишние опасения, да? Опасность в том, что не будет взят опыт, ну, опять же, депутатский корпус не может сам себе придумать, есть и регламент Думы, есть устав Хабаровского края, то, какие вопросы он может решать. Я, честно говоря, больше всего беспокоит даже не Краевая Дума, там приемцы, безусловно, сохранятся, там сильный аппарат специалистов, которые, естественно, никуда не денутся, а вот городские Думы, и Хабаровска, и Комсомольска на Амуре, где там, насколько я знаю, практически на 100% поменялось, и там теперь представителей партии власти вообще нету. Ну, вот здесь я хочу отметить, что законодательство-то у нас разрабатывается только на федеральном и региональном уровне. При всем уважении региональные, простите, муниципальные парламенты, их называют представительные органы, они не законодательные, они не разрабатывают законов. Представительные органы более ущемлены в решении каких-то вопросов, поэтому там ответственность лежит прежде всего на главе города, и поэтому там опасаться. Конечно, определенный главный вопрос это утверждение бюджета города на предстоящий финансовый год, Но вместе с тем, там бы я тоже не ожидал. Если вы говорите о каком-то противостоянии в Хабаровске между представительным органом Хабаровской городской думы и мэром, вы видели все заявления мэра города о том, что он готов работать с депутатским корпусом, несмотря на партийные предпочтения. Если ничего другого, как вы говорите, то на самом деле мне видится в этом громадная проблема. Хотя для города, возможно, это и хорошо. Даже получается лучше, чем на краевом уровне, потому что на краевом уровне две ветви власти практически одна партия, а там как раз противодействие. Представительная одна партия, а мэр другой. Мне кажется, возможно, даже наоборот, это фактор движения вперед. Какому-то развитию будут соперничать, действительно искать какой-то консенсус, приходить к какому-то более взвешенному решению, уступая друг другу, приходить к каким-то соглашениям и коалициям. Ну, знаете, вот в новом депутатском корпусе, который выбрали для краевого парламента, мы видим обновление. Это, наверное, хорошо. Но меня, например, больше всего настораживает то, что там людей с опытом принятия и разработки законопроектов, да, отстаивания своей позиции. Их не так много. Они все начинают, ну, вот политическую карьеру практически с нуля. Не будет ли вот здесь провалов каких-то, в отличие от тех депутатов, которые были, да, но они уже имели какой-то опыт в продвижении своих инициатив и так далее? Вот здесь я бы хотел сказать так. Нас же, в принципе, в школе никого не учат писать законы, да, и в институтах об этом не учат, только если юристов будущих, действительно. И здесь я бы хотел обратить внимание, что люди, которые прошли в парламент, это, прежде всего, специалисты в своей сфере. Безусловно. Это специалисты, которые разбираются и разбираются в каком-то определенном направлении. И здесь мы понимаем, что будущий парламент региональный будет точно так же из постоянных комитетов сформирован по определенным направлениям. Я думаю, при формировании постоянных комитетов региональный парламент учтет знания, образование, стаж работы в определенной сфере. Ведь посмотрите, да, и ваша коллега вошла в региональный парламент, да, и сотрудники в различной социальной сферы, и медики, и... Директор музея. Директор музея, например, да, совершенно верно. Поэтому, я думаю, здесь научатся. Аппарат Думы, я думаю, поможет. Искренне жаль тех представителей партии бывшей власти, которые участвовали и вызывают глубокое уважение. Ну, Иванченко, Блоняева, там, ректора университета, главврач. Мне жаль, что вот под общую гребенку попали и они. Мне кажется, их там будет не хватать. Я согласен, что прежде всего должен быть состоявшийся в своей профессии человек. Я думаю, их опыта, конечно, будет не хватать, да, потому что, учитывая их знания, да, учитывая то, что они уже успели сделать, работая в региональном парламенте. Но вместе с тем, к сожалению, да, вот, как вы говорите, действительно, вот такой произошел перелом, да, прорыв рвануло, да, как у нас в известной телеграм-канале пишут. Поэтому, к сожалению, да, наверное, они вот попали вот под вот этот молот, да, поэтому, да. Ну, с другой стороны, ну, мы все время вспоминаем западные демократии, там это нормальное дело. Пришла новая команда, вот, всех убрали, поставили новых, но пролил сам, да, и пролить другому. Безусловно. Сменяемость власти, это нормально. Все к лучшему. У нас в гостях был Владимир Дубков, социолог, а после короткой рекламы мы познакомимся, наконец, с одним из победителей. Редактор субтитров А.Семкин